здравствуйте уважаемые скорпионы общий астрологический прогноз на апрель 2020 года благодарю вас за то что вы со мной 3 апреля венера меняет знак с 3 апреля и до конца месяца у вас улучшаются дела финансовые это финансы которые связаны с необходимостью привлечь дополнительные деньги то есть это те финансы которые складываются из ваших заработков и еще чьих-то заработков поэтому на повестке дня будут вопросы заработков вашего мужа либо жены родителей детей и других родственников с которыми вы создаете совместный капитал либо временно либо постоянно может быть на что-то собираете также на повестку дня в апреле могут становиться вопросы связанные с страховками налогами сборами кредитами депозитами долгами долги могут возвращаться как вами так и вам это вопросы наследства также это различные субсидии алименты и иные выплаты которые устанавливаются по закону кроме того здесь могут подойти какие-то деньги которые помогут вам решить кризисную ситуацию вашей жизни и таким образом этот кризис будет снят у вас всех разная ситуация может быть просто кто-то подарит вам деньги очень возможно кто-то вас проспонсирует например на то чтобы вы прошли курс какой-то лечебный либо оперативное вмешательство может быть вам требуется и кто-то вам поможет деньгами венера восьмом доме снимает кризисы она снимает кризисы не только финансовые но и связанные со здоровьем да по венере когда венера идет по восьмому дому хорошо проводить операции потому что с большей вероятностью операции пройдут благополучно благоприятно но должна вам напомнить дорогие мои скорпионы что это общий астрологический прогноз и конечно принимать решение относительно операции это очень серьезно поэтому здесь нужно консультироваться не только с астрологом не только с врачом но и конечно же вы должны чувствовать это нужно смотреть вашу индивидуальную карту вашу культура карту рождения точно так же как врач смотрит вашу индивидуальную историю болезни если у вас оперативное вмешательство требуется не в тело но финансы аналогично лучше обратитесь к финансовому консультанту который помог бы вам здесь вам могут выдать долгожданный кредит или ипотека может быть подойдет материнский капитал либо декретные вам выплатят у кого-то пенсия но при этом при всем возможно вам действительно потребуется какая-то консультация либо какая-то юридическая помощь быть может вам потребуется доказать например через суд что вы работали где-то чтобы вам зачислили стаж вот такие могут быть дела если вы хотите обратиться ко мне как консультанту как к астропсихологу я буду рада вам помочь я признательна вам за доверие вся информация необходимая для обращения ко мне сейчас на вашем экране прошу вас не ознакомиться и благодарю за внимание за то что вы мои клиенты и подписчики полнолуние в этом месяце 8 апреля то есть до восьмого апреля у нас луна еще растет и хорошо предпринимать новые начинания а восьмого апреля когда полнолуние в весах вашем двенадцатом доме рекомендую вам уже быть тише воды ниже травы на это полнолуние идеально что вы можете делать это отдыхать отдыхать погружаться в какое-то уединенное созерцание либо времяпрепровождение это идеальное время для того чтобы медитировать вы можете медитировать например где-то на рыбалке если вы любите рыбачить потому что двенадцатый дом это дом у нас огромных водных пространств конечно в самом классном варианте для тех у кого есть такие возможности такое полнолуние дарит путешествие к морю к океану поэтому я рада за вас если у вас есть такая чудесная возможность поехать куда-то на какой-то курорт в санатории на берег моря океана на берег реки даже на берег озера если у вас есть возможность выехать это будет чудесно выехать и побыть побыть либо в одиночестве либо с кем-то кто очень дорог вам знаете восьмой дом это кроме того что дом денег и кризиса и вмешательства в тело это еще дом секса поэтому такие транзиты и первые 10 дней апреля это очень для вас энергетически наполненные дни именно сексуальной энергии у меня на все люди взрослые поэтому никто никого не смутит эта тема я скажу о том что это очень фертильный период а здесь у кого-то может быть просто разгорание либидо может быть вы впервые вступаете в интимную связь у вас только начались романтические отношения может быть страсть разгорается если вы давно в паре и какое-то время держали аскезу любовную а может быть здесь если вы давно желали зачать ребенка происходит зачатие такое полнолуние может произойти зачатие потому что восьмой дом это дом зачатие и двенадцатый дом это дом зачатие это пренатальный дом это внутриутробный дом 12 дом это дом когда до дом рыб и это дом того периода в жизни человека когда он как рыбка плавает еще в животике у мамы поэтому 12 дом 8 апреля плюс минус естественно несколько дней у вас действительно очень хороший период для зачатия в принципе первая декада апреля я бы даже такой срок обозначила почему еще потому что и одиннадцатого апреля меркурий он поддерживает собственно говоря эту тему тему здоровья тела и вмешательства в тело и энергетического вмешательства в тело и физического вмешательства в тело вмешательство в тело как вы понимаете бывает очень разным и приятным и неприятным потому что что операция это вмешательство в тело что интимный контакт это тоже до взаимодействия телом и тем более да такое трансформирующая жизнь события как зачатие в общем друзья меркурий да про меркурий начала говорить меркурий в вашем доме здоровья тоже это шестой дом это то телесного здоровья и здесь он с 11 апреля по 27 апреля но все-таки если вы хотите что-то добавлять в свое тело то это лучше делать по растущей луне соответственно до 8 апреля а если вы хотите что-то убавлять из своего тела то уже по убывающей луне с 8 апреля по 23 апреля соответственно если вам нужно провести операцию на удаление чего-то то лучше по убывающей луне после 8 апреля может быть если вы у вас эко например то до восьмого апреля то есть чтобы на прирост надеюсь вы понимаете да чтобы пошло развитие аналогично если вы наращиваете что-то может вам нужно оперативно нарастить волосы к примеру то до восьмого апреля а если наоборот вы избавляетесь от лишнего количества волос на вашем теле то лучше конечно уже после восьмого апреля в общем надеюсь я перевела немножечко это все в шутку потому что тема на самом деле серьезная но я стараюсь немножечко вам полегче это все преподавать потому что конечно не у всех у вас такие серьезные вопросы кто-то просто стрижку сделает короткую понимаете то есть кто-то кого-то может быть правда нужно будет что-то удалить например родинку какую-то да а кому-то просто стрижку надо сделать вот вам и все лишнее удаление у всех разная ситуация у кого-то тема беременности по двенадцатому дому а у кого-то по двенадцатому дому тема творчества вот пожалуйста кто-то на полнолуние просто закрывается дома пишет музыку всех все уехали отдыхать куда-то на природу а вы сказали нет я остаюсь дома я пишу музыку пока вы мне не мешаете тоже изоляция добровольная изоляция да то есть у кого-то добровольная изоляция кто-то в больничку ложится а кто-то дома ложится в кровати просто спит может быть вы на этом полнолуние 8 апреля просто будет целый телевизор смотреть у всех разная жизнь поэтому чувствуйте да что это меркурий в шестом доме это не только вопросы здоровья конечно с 11 апреля по 27 апреля вам очень хорошо заниматься здоровьем проходить обследование лечиться особенно мануальная терапия то есть массажики все всевозможные очень будут хороши по меркурию вообще любое воздействие руками будет вам полезно поэтому обязательно попросите кого-то вас на вас руками повоздействовать по восьмому дому это может быть и не физический контакт это может быть энергетическое воздействие к примеру рейки это может быть воздействие которое оказывается на вас делом каким-то трудом может быть какой-то труд на даче например вас оздоровит прекрасно заниматься земельными вопросами цветочки пересаживать с 11 апреля по 27 апреля в общем трудиться трудиться причем из разряда работа служения по дому хорошо трудиться с 11 апреля по 27 апреля генеральную уборку проводить мусор выносить стирать убирать замечательно и на работе аналогично с 11 апреля по 27 апреля меркурий в вашем доме работы поэтому те у кого нет работы это чудесное время для прохождения собеседований для тех у кого есть работа проявите себя как шустрый подвижный работник побольше общайтесь побольше передвигайтесь если вам дадут кого-то на поруки на попечение обязательно возьмите какого-то новичка если вы такой новичок то вас возьмет какой-то приятный для вас человек скорее всего подружитесь вы с ним если во все стабильно в работе то здесь будет возможно будет больше операций денежных но это не крупные денежные обращения хотя по венере вашем восьмом доме да это крупные финансы может быть и такое дело может быть что вы будете по чуть-чуть откладывать на что-то собирать понемножку да в течение апреля на протяжении всего апреля 19 апреля солнце меняет знак и поздравляю вас дорогие скорпионы оно в вашем седьмом доме в вашем седьмом доме солнце с 19 апреля новолуние 23 апреля и дальше луна две недели еще будет расти в вашем седьмом доме и 27 апреля уже и меркурий тоже в вашем седьмом доме брака как вы видите это словно бы лесенка это лесенка вы можете видеть в табличке да вы словно бы шагаете от тем кризисных связанных с деньгами либо со здоровьем либо с тем что вы как-то погружаетесь во что-то да это может быть что-то совершенно тайное я не знаю в основном дом тайн какая-то тайна ваша да может сыграть главную роль первые 20 апреля а дальше от этой тайны вы словно бы выходите да в мир выходите из своего внутреннего пространства из своих внутренних внутрисемейных либо физически внутренних дел вы выходите в мир выходите на природу выходите на свободу даже сказала бы так и выходите не сами выходите вместе со своим партнером самым главным человеком вашей жизни у кого-то это друг у кого-то это муж либо жена парень девушка у кого-то это мама папа а у кого-то это коллектив важный может быть что в это время у вас появляется если вы одинокий потенциальный муж жена у вас улучшаются отношения с парнем девушкой возможно что по новолунию с 23 апреля вы начинаете новый этап вашей личной жизни соответственно вам признаются в любви и предлагают встречаться и вы начинаете уже встречаться либо вам предлагают гражданский брак либо гостевой брак либо официальный брак вам может быть предложен особенно после 27 апреля когда уже и меркурий меркурий он сводник он тот кто предлагает он предлагает и предложить устно и письменно документ попросить подписать поэтому с 27 апреля у вас вообще шикарное время для свадеб для заключения официального официальных союзов и не только любовных но и деловых поэтому если вы пока меркурий будет в вашем шестом доме с 11 апреля по 27 апреля пройдете собеседование удачно то 20 апреля подпишите документ если 27 апреля вы может быть уже примете предложение например да руки и сердца которое вам было сделано к примеру на полнолуние 8 апреля то вы пойдете уже в загс подавать заявление да такое может быть что еще если вы в бизнесе это бизнес не очень крупный это обычно бизнес который с мужем женой организован либо с другим близких родственникам и есть вы и кто-то еще один ну максимум три человека да у вас в команде не крупный капитал у вас не крупный бизнес не много у вас клиентов клиентская база не слишком большая а либо когда вы работаете с группой людей к примеру вы тренер и периодически набираете себе какую-то команду да например у фитнес тренер вы записываете видео а ваш муж администратор и вы набираете девочек которые хотят похудеть к лету вот 7 девочек вы набрали да и курс продали вот такой вариант вот такие курсы пойдут на ура если вы хотите делать это впервые то лучше раз 23 апреля почему еще я говорю вам про курсы потому что плутон будет разворачиваться в ретроградное движение 26 апреля вашем третьем доме это дом курсов это дом учебы образования конечно это больше дом когда вы получаете образование когда вы проходите какие-то непродолжительные обучающие курсы поэтому если вы хотите пойти учиться куда-то замечательно по третьему дому идите по третьему седьмому дому по сочетанию идите вместе с кем-то вместе с другом либо вместе с супругом либо с каким-то родственником который вам как подруга либо как друг может быть вам мама как подружка и вы вместе идете учиться водить автомобиль к примеру а что еще может быть по третьему дому вы учитесь делать делать руками. У вас что-то в руках. То есть, либо это руль, либо это, не знаю, это может быть не только руль от автомобиля, это может быть, не знаю, вы будете кататься на коньках, на роликах. То есть, это всё то, что будет требовать вашего, будет задействовать ваши руки, ноги, мелкую моторику и вообще мелкую физику вашего тела. Может быть, это будет самокат, да, и вы будете держаться за руль самоката, либо учить ребёнка, например, кататься по весне на велосипеде, да, это может быть руль велосипеда, а может быть это будут пяльцы, вы, например, будете учиться вышивать крестиком, аналогично. Может быть, вы будете держать в руках какой-то музыкальный инструмент тоже, это всё по Меркурию, это всё по развороту Плутона, но третий и седьмой дом, это, конечно же, и третий дом, это дом документов, и седьмой дом, это дом документов. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с документами, вообще с любыми, тут даже можно не перечислять, то они разрешаются третью декаду апреля. Документы брачные, контракты брачные, документы рабочие, рабочие контракты, деловые соглашения, бизнес-соглашения, сделки, крупные сделки, финансовые документы, какие-то доверенности, всё что угодно, судебные акты и так далее, приказы, если вы начальник, вы будете какие-то приказы много писать, издавать, подписывать, важные какие-то установления предпринимать относительно вашего коллектива. Может быть, новый распорядок дня, ещё что-то, новый устав, всё что угодно. Ещё, значит, по третьему дому хорошо идти учиться. И это не только практические навыки, но и любая другая информация. Может быть, здесь вы пойдёте учиться на программиста. Иностранный язык можно изучать по такому транзиту. Можно изучать визаж, фото, видео, искусство. Всё, что хотите, пожалуйста. Всё, что связано с красотой. Парикмахерское дело. Здесь тоже идёт. Руками нужно стричь. В общем, всё, что вы делаете руками. Может быть, вы мастер маникюра, и у вас повышение квалификации, какой-то курс пройдёте. В общем, дорогие мои, я вам желаю успехов в этом, потому что Плутон очень мощная планета. И это снова-таки планета восьмого дома, там, где у вас Венера. Поэтому учите что-то делать. Вообще, учитесь. Учитесь. Чего хотите, учитесь. Что вам нравится. Потому что Плутон — это планета больших денег. Если вы пройдёте какие-то курсы, обучающие по ретро-Плутону, пока Плутон будет ретроградить, то потом вы сможете это монетизировать. С большей долей вероятности вы эти навыки, умения, знания монетизируете. То есть не пройдёт напрасно этот ваш труд. И знаний за плечами носить не будете. Поэтому учитесь. Учите, если вы уже сами в разряде гуру, коуч, какой-то ментор. Может быть, вы… Вот просто для вас супер время. Я желаю вам успехов. Подписывайтесь на мой канал. Пишите добрые, светлые комментарии. И, дорогие мои скорпионы, я благодарю вас за ментальную и материальную поддержку моего канала. Я вам очень и очень за это признательна. Благодарю. Спасибо. 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 Продолжение следует...